Ребята, прежде чем начать это видео, хочу поблагодарить своего подписчика с ником Non-Existing Channel за то, что он пожертвовал 3500 рублей. За эти деньги я оформил подписку PS Plus и купил Mortal Kombat XL. Да, поэтому данное видео не было бы возможным без его участия. У него есть одноимённый канал на YouTube, где он делает разнообразный монтаж. У него вот хорошие видео с аэрографией. Но у него всего лишь 9 подписчиков, да? Так мало подписчиков, то, что, можно сказать, его канала вообще не существует. Поняли шутку, да? Нет? Да, я знаю, тупая шутка. Поэтому спасибо ему, можете зайти на его канал. Если вам понравится его контент, то подписаться на его канал. Мне всё ещё можно помочь. И каждый ваш перевод денег будет означать то, что будет больше видео на канале. Да, надеюсь, вы слышали этого петуха. Блин, уже не утро, чего они кукарекают? А это видео в новом формате. Надеюсь, оно вам понравится. Поехали! Another day, another struggle. Ну что, ребятки, как дела? Да, это всё ещё Джонни. Я на связи. Изучаем мы персонажей Combat Pack 2. Дошёл я до оборачу. Кто подписан на мою группу ВКонтакте, надо советовать на неё подписаться. Знаю то, что я вообще не хотел делать по нему видео, поскольку вначале он меня очень разочаровал. Но передумал я сейчас вот мои игры с подписчиками на ваших экранах. В общем, данный формат комментирования я решил немного расширить, потому что... Главная причина, потому что я считаю то, что у меня довольно-таки взрослая аудитория, и главное, она умная. Поэтому, собственно, во время этих матчей я буду рассказывать вам про те или иные интересные вещи, связанные с файтингами и Mortal Kombat X. Также я планирую проходить другие игры, вот, а во время прохождения их я уже буду давать какую-то информацию, касающуюся геймдизайна, разработки игр, вообще, что я думаю про те или иные моменты. Я считаю то, что в этом более-менее разбираюсь. Это вот первый такой выпуск, так сказать, пробный. Надеюсь, он вам понравится. Пожалуйста, дайте знать, да, что было хорошо, что было плохо, и вообще, в каком направлении это развивать. Ну, думаю, все будет намного круче. Да, намного круче очень скоро. Сегодня на повестке дня... Да. Две темы, более-менее касающиеся всех тех, кто играет в файтинге, и Mortal Kombat XL. Конечно, во-первых, мы поговорим про врачо, а во-вторых... А, нет, я не буду говорить, да, я не буду говорить. Про что у меня вторая тема. Досмотрите сами до середины видео, и, думаю, моё мнение о ней вам понравится, и я как-то вам помогу с выбором, так сказать, персонажа. Ладно, немножко я раскрою тайну, но на этом всё. В общем, да, думаю, с одной стороны, будут мои комментарии, да, как подкаст, как какое-то радио, а с другой вы можете наблюдать за красивыми играми. Опять же, это лучшие игры, которые были в том сете. А, за врача, опять же, у меня примерно опыта 1-2 часа, поэтому, видите, такие дропы и некоторые ошибки. Вот тут ошибка, там нужно было пёрнуть, чтобы продолжить. Но это слово пердёшь, именно в играх с врачом вы будете слышать очень-очень часто. Я вот никак не могу привыкнуть к лоу, точнее, к оверхед лоу сони, назад 1-4. Это просто жесть. Ладно, давайте поговорим насчёт барачо. Как я уже сказал, первые... Так, пошла комбо, нет, он смог заблокировать. Первые 2 часа после тренировки вообще он меня взбесил. Я сразу понял, что это не такой сильный персонаж. Я, наверное, считаю то, что он является примерно mid-tier. Это слово ещё будет упомянуто в данном видео, да, tier. И у него не хватает инструментов, да, чтобы бороться, скажем, с прессерами, с зонерами. Я не знаю, вот это пердёшь. Он, с одной стороны, хорош, а с другой, вот видите, не знаю я вообще что-то, что я тут делаю. У меня, да, мало опыта за барачо. А, во, и закончил с помощью вруталити. Если говорить о его плюсах, то, наверное, самые главные его плюсы это обилие миксапов. Он, да, миксует как бог, но у него нету нормальных оверхед стартеров. То есть, я не знаю, как по-русски я буду это вообще говорить, как я буду переводить оверхед, потому что не все, не все зрители моего канала очень хорошо знают файтинг терминологию. Удар сверху, да, будем говорить удар сверху. Есть у него вперёд три, но это очень долго. Да, на это можно реагировать. Есть назад один, но там оверхед является вторым ударом. Так что самый нормальный оверхед у него, это спецприём, когда он катится вниз-назад три. Но, опять же, он ему ничего не даёт, и он наказывается на блоке. Если сравнить с тем же чужим, у которых вот этот, тот же флип, да, эти приёмы очень похожи. Ну, понятно, то, что уборачил наносит больше урона, вот это наказывается. Так, Антоха не смог наказать. Вот видите, как нужно миксовать, но все вот эти миксапы, они небезопасны. Ой, я не знаю, что это такое. Вот этот пердёж, он вроде минус два на блоке, обычный пердёж. Так что, если ты миксуешь, то можно им закончить, но обычный пердёж не является частью комбинации, поэтому, если, скажем, первые твои удары попали по противнику, а потом ты, собственно, пёрнул. Ладно, я говорю, я это слово буду употреблять очень часто в этом ролике. Блин, нужно было это наказывать. Ай-яй-яй. И да, я, наверное, этот раунд проиграю. Да, опять же, я хочу чередовать раунды, где я выигрывал и проигрывал, чтобы сохранить такую динамику, да. Я не знаю, как какой-то Рокки идёт к своей победе, там. Победа-поражение, победа-поражение. А вот если усиленно пёрнуть... Ой, я не знаю, что я говорю. Ладно, если применить усиленный пердёж, то там ты остаёшься плюс два. Поэтому отличие между обычным и усиленным получается всего лишь четыре кадра, но усиленный вроде немного быстрее запускается и... Так что... А, он ещё этот. Остаётся, да. Вот этот пердёж, вонючка, она... Ой, я не знаю, блин. Нужно было наказать. Кстати, ещё один такой момент. Антоха очень любит использовать свою вниз-четыре, чтобы когда его перепрыгнешь, противник не смог попасть. Вот это тоже наказывается. Мне кажется, там в конце нужно было пёрнуть, чтобы это было безопасно. И когда у тебя столько жизней, да, против Джонни Кейза ничего не сделаешь. Вот такие раунды. Но опять же, у меня мало опыта за Барачок. Но этот... Дальше, дальше будет лучше, да. Это просто начало Царя Горы. И я подобрал такие игры. Но минусов у Барачок просто огромное количество. Давайте начнём с самых очевидных, с самых таких ярких. Потому что у него очень медленная скорость именно тычков. Я не знаю вообще самый быстрый тычок. У него то ли 10 кадров. В игре, где доминируют быстрые персонажи, это непозволительно. То есть, если он оказался вблизи к оппоненту, я не знаю, что он будет делать. У него нету таких хороших стартеров, да, чтобы он мог после блока быстренько наказать противника. Или, скажем, навязать ему свою игру. Вот видите, вот я вот это сделал, он даже это смог как-то поймать меня. Но если я заблокировал бы, конечно, этот... Не попал бы он своим коленом. Но всё равно... А, тут уже этот... Наверное, я возьму реванш. Вот видите, вот это миксап, но он небезопасный. Если он заблокирует вот этот флип, то всё, хана. Сколько там этот Джонни Кейдж наносит урона-то? Ай-яй-яй. Я смотрю, да, охота мне просто закрыть глаза от этого персонажа. Не, я, возможно, что-то не понимаю. Конечно, нужно тренироваться. Я ни в коем случае не являюсь мастером Барачо. Ай-яй-яй. Да ё-моё. В самом конце. Опустил блок и Антоха, да, берёт раунд. Вот видите, да, какие близкие игры. На самом деле, вот эти цари-горы, они длится по 2 часа. И из этих 2 часов я отбираю только примерно 15 минут. Очень много игр, где всё в одну калитку. Ну, потому что здесь играют мои подписчики. Понятно то, что уровень совершенно разный у ребят. И нужно как-то подстраиваться. Ну, вот этот пердёж, да, крутой. Вот это вроде небезопасно. То, что я этот не отменяй пердёж. Да, практически флолус Виктор. Но этот, это вообще тема всех моих царей-горы. Потому что начинаю плохо, но со временем начинаю адаптироваться. Думаю, это одна моя одна моя такая фишка. Одна из особенностей, то, что я очень быстро адаптируюсь к своим оппонентам. Но, к сожалению, этого не хватает, чтобы побеждать про. Про, чтобы побеждать про, там нужно тренироваться целыми днями. А у меня, к сожалению, такого времени нет. Да, с помощью длинной тычки вперёд один заканчиваю этот раунд. Кстати, я, оказывается, могу говорить и говорить. Я думал то, что уже перейду ко второй теме. Да, минусы Борачо, то, что он медленный. И у него нету каких-то, я не знаю, крутых миксапов. Есть у него миксапы, но если ты имеешь определённый опыт против него, то, я не знаю, можно заблокировать практически всё. Он может сделать миксап, но он будет небезопасный. А, кстати, вот это самая скилловая игра. Меня добавил один парень с ником, так, вроде Арам, да? Да, с ником Арам М. Я думал то, что это тоже мой подписчик и играет на среднем уровне. Оказывается, нет, этот парень вообще там очень круто играет. Потом мы с ним этот продолжили сет. Он там показал своего очень крутого Куанчи. Вот, если хотите, я могу загружать такие сеты. И вот, то, что я говорил, то, что умею я адаптироваться к своим оппонентам, именно в этом сете я это показал. Да, дайте знать, если вы хотите увидеть сет с этим парнем, он очень хорошо играет, очень хорошо. Во, а, блин, да, так, к сожалению, шест конус не достает. Во, вот это миксап. Второй удар является оверхедом. Третий лоу. О, пошло дело. Так, пёрнул. Ух ты, смотрите, как комбит. А, вот видите, да, какие комбы? Я, я такое не умею, к сожалению. Это парень даже лучше играет за врача, чем я. Видите, он всё ещё блокирует. О, ху-ху. Да, всё-таки я развёл её с помощью небезопасного миксапа и беру этот раунд. А, да, вторая тема, которую я бы хотел обсудить в этом видео, это тир-листы. Знаете, да, люди составляют специальные списки. А, кстати, я вот это вообще впервые вижу. Я не знаю, что это такое. Я реально не знаю, что это такое. Видите, как он разводит. То есть, да, парень этот намного лучше играет за врача, чем я. Тир-листы это список персонажей в компьютерной игре, расставленные в определённом порядке. Обычно это порядок эффективности, то есть, чем сильнее персонаж, тем легче за него играть, и тем меньше у него плохих матчапов. То есть, намного больше персонажей, которые он может обыграть. Да, то есть, как вы знаете, особенно в Mortal Kombat это чувствуется, определённые персонажи проигрывают другим. И, собственно, самые топовые персонажи, они могут выигрывать практически у любого. Но это достигается в основном за счёт навязывания своей игры. Так вот, я бы хотел поговорить в этом видео, что же делает персонажа таким крутым, то, что он является топом, и вообще, какие сейчас персонажи, на мой взгляд, самые лучшие в игре. Во-первых, давайте разберёмся, что же делает персонажа крутым именно в Mortal Kombat X, потому что эффективность и сила персонажа зависит от игры. Потому что в Street Fighter доминирует один тип персонажей, а в Mortal Kombat совершенно другой. Видите? Я, кстати, ему мог что-то противопоставить, но, опять же, у меня всего лишь два часа практики за оборачу, а этот парень играет очень круто. Если вы долго играете в MKX, то уже на подсознательном уровне понимаете то, что игра ориентирована на три вещи, на мой взгляд. Во-первых, скорость, чем быстрее персонаж, тем он лучше. Во-вторых, сила, собственно, большой урон от комбо, большой урон от тычков. И, конечно, третье, это разнообразность или большое количество инструментов. Также, учитывая то, что Mortal Kombat X является игрой, ориентированной на миксапы. Реально, без миксапа в MKX делать вообще нечего. Ты должен как-то этот все равно развести своего противника, обмануть, да, оверхед лоу, оверхед лоу, да, это вообще вся история Mortal Kombat это вот миксап, 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 но Mortal Kombat X. Поэтому, по моему мнению, у туповых персонажей также должны быть две такие интересные фишки. Это, во-первых, безопасный прессинг, самый яркий пример, это Tanya, тот же Johnny Cage, безопасный прессинг, но как-то его можно наказывать, но очень-очень сложно. И обилие миксапов, опять же, тот же Johnny Cage, у Sony много миксапов, там даже двойные, тройные миксапы идут. Уборачиваю хорошие миксапы, но у него проблемы именно в третьем плане, разноплановость и скорость у него плохая, урон нормальный. Опять же, как видите, очень близкий бой, да? Ах, в этот раз не смог я развести Антоху. А, и да, ну же, ну же, охо, да, он еще потратил метр, все отлично для меня. Так вот, какие же, на мой взгляд, пять лучших персонажей Mortal Kombat X на данный момент? Думаю, данный список многих удивит, но я над ним долго думал, поэтому вот это мое мнение. Так, на пятом месте у нас идет чужой, да, до конца не раскрытый персонаж, потому что его только что внедрили, да, добавили в игру, но мне кажется, потенциал у него огромный, я уже вижу то, что он делает такие вещи, которые, особенно в углу, в углу у него просто жесткий урон, офигенная нейтрал-игра, нету, нету персонажей с такой хорошей нейтрал-игрой, как у чужого, и поэтому, мне кажется, он еще этот покажет себя, но в руках Sonic Fox, конечно, там любой персонаж себя покажет, и вот это мое мнение, пятое место, четвертое место, опять же, неожиданно, это Шаолинь Кунджин, Кунджин на самом деле всегда был таким персонажем, который мне нравился, но, и который, я думаю, многие недооценивали, да, потому что у него, во-первых, очень длинные тычки, большой урон, и этот, он довольно-таки безопасный, поэтому не зря Сокрон играет на Кунджине, видео заканчивается, а я продолжаю болтать, на третьем месте, я считаю, Девора, которая с отменами, у нее, опять же, офигенная нейтрал-игра, за счет своих тычек, за счет своих отмену, у нее просто великолепный прессинг, да, мне кажется, один из топовых персонажей, на втором месте, как ни удивительно, это пирсинг Мелина, собственно, персонаж, да, про которого все забыли, но, который вот, получил второе дыхание, благодаря игре Фокси Грампа, да и вообще, сейчас многие эксперты, эксперты Mortal Kombat X, говорят, что Мелина очень сильная, я не знаю, возможно, кто-то раскрыл ее потенциал до конца, но, этот, у всех произошел определенный переворот сознания, и Мелина сейчас считается чуть ли не самой сильной, но, лично для меня есть еще лучший персонаж, да, на первом месте моего тирлиста, это Джонни Кейдж, лучший прессинг в игре, лучшие разводки в игре, все довольно-таки безопасно, может навязывать противнику свою линию, также в зонинге очень неплохо, вот эти его шары довольно-таки быстро запускаются, восстанавливаются, если попадают по противнику, то у него хороший хитстан, да, я считаю, Джонни Кейдж сейчас является самым сильным персонажем Mortal Kombat X. Ну что же, на этом все, я думал, материала у меня и на 10 минут не будет, оказывается, вот как могу проговорить, но надеюсь, все было полезно без лишней воды, и дайте знать, каких персонажей вы считаете самыми сильными в игре, да, напишите в комментариях топ 5 персонажей по вашему мнению, да, ребята, спасибо всем, это был новый формат, напишите, следует ли его развивать, продолжать, или вернуться к простому комментированию игр, да, всем спасибо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok